всем привет у нас уже после обед у нас уже давно прошел обед я сегодня работала представляете хотя у меня должен быть в общем приехала домой куля сегодня тоже на работе варюша у нас тут одна сидела ждала меня и мы уже покушали и сейчас хочу немножечко прилечь передохнуть потому что жутко устала вообще и хотела идти готовить и стряпать думала давно обещаю коли постряпать чизкейк и все никак не могу и уже хочу наверное думаю сейчас полежу немножечко и потом уже стану буду делать дела в общем так что отправляюсь немножечко полежать в общем позагорать и потом пойду во всю варить стряпать потому что он приедет голодный да и чего-нибудь вообще самим охота стряпанного давно я стала кстати замечать что если что-то не постряпаешь хотя бы раз два в неделю и уже как-то не доход у чего-то такого вот так что пошла и набираться сил и потом покажу что буду делать так ну что я уже в общем встала и решила сделать все таки тесто завести тесто завожу на сосиски в тесте у меня тут уже мука значит теплое молоко дрожжи сахар соль и в общем все это я сейчас буду дело перемешивать и потом буду оставлять на 20 минут ну что-то типа опары в общем чтобы это все дело поднималось поэтому буду я все это дело смешивать неудобно на рукой ну что мое тесто готово я обычно ставлю его на батарею чтобы это было быстрее накрыла салфеткой в общем и пока на 20 минут у меня подходит я пока займусь домашней лапшой я надумала сегодня готовить курочку в общем сейчас я ее разделаю и у меня будет жареная курица сегодня и домашняя лапша в общем сейчас вот эту вот муку я приготовила для того чтобы туда вбить яйцо так что сейчас буду вбивать яйцо и вымешивать тесто в общем вбила яйцо потом добавляю немножечко соли ну и знаете так на глаз сыплю потом растительное масло немножко и нужно вода вода у меня тепленькая я думаю что этого достаточно все это вымешиваем вот такое тесто у меня получилось я его уже раскатала в общем и сейчас буду вот таким ножом керамическим его резать у меня к сожалению нет специального прибора для домашней лапши который знаете делает такие специально завитушки какие-то интересные или просто прямую лапшу я буду сейчас по старинке ножом в общем сейчас тоненькими нарезать и отварю ее перед приходом коли чтобы она была свеженькая вы посмотрите на эту прелесть я обожаю просто домашние все продукты и если бы у меня было больше времени я бы наверно все делала сама включая макароны в общем моя лапша готова я ее немножечко хочу подсушить сейчас выложила ее на полотенчика в общем пусть она пока сохнет а здесь у меня уже в кастрюле я включаю сейчас курицу это суп набор и я решила все таки не жарить курицу решила сварить лапшу на курином бульоне и вот этим будем сегодня ужинать естественно курица которая у меня вот здесь я ее отделю и мы поедим как бы такой вот куриный суп с лапшой домашней а здесь смотрите тем временем у меня уже опара подошла такая вот она красивая высокая стала а и сейчас я буду в общем замешивать тесто уже на сосиски в тесте вот и все тесто мое вот такое получилось его подбила вообще такое тесто нужно вымешивать где-то 10-15 минут ну у меня на такое воздушное получилось я думаю что должно получиться вкусно в общем я насыпала сюда муки и сейчас буду его раскатывать скалкой в общем и сразу буду резать полосочки и буду доставать сосиски все это упаковывать потом вам покажу как получилось чем работа здесь кипит вовсю я вот такие вот полосочки нарезала примерно вот такой толщины но я знаю что вроде как делают еще тоньше но я хочу чтобы мои сосиски получились в тесте такие знаете пышненькие поэтому я не стала прям сильно раскатывать скалкой а сделала так у меня тут еще вторая часть тесто есть и есть еще сосиски еще вот одна и еще вот три короче я хочу может быть еще две сделать потому что вообще все в общем здесь у меня противень я уже подготовила и знаете что хотела отметить вот эту пергаментную бумагу я хотела расхвалить а вот эту пергаментную бумагу из окея она короче вообще оказалась суперская у него такая же упаковка то что надо мы берем самую обычную то есть с таким вот логотипом их то есть я не думаю что они чем-то спасибо фокусировал что они чем-то отличаются там до особо но вот это то что надо меня прям порадовала это во первых широкая такая вот она обычно у меня где-то вот такая была вот узенькая а здесь прям так хорошо на весь лист противня все застилается и прямо она такая плотная плотная короче сейчас буду все это закатывать и помещать уже на противень у меня уже все готово тогда он вышло у меня сколько 47 сосисок в тесте в общем сделала такие вот побольше они получились очень воздушные тесто вот как я хотела прям вот там насколько кашляет вы уже слышите да он там приехал в общем руки моет сейчас будем кушать я сварила еще домашнюю лапшу и уже накрываю на стол коля тут привез вкусняшки из ленды какие-то купил сливочные колбаски и зефир зефир кстати он давно хотел все таки видимо купил так ну ладно в общем буду я накрывать на стол всем драту тебе привет я красно рожей после работы карька москва мы тут смотрим юбилейный концерт валерий авария спит домой девочку но коля там своими делами занимается а у нас тут концертик идет до показать вам эту красавицу малюшеньку наш ай красавица девочка моя зевает спать хоть до мой зайчик мы поменяли на постельку постирали да все и спать кожи уже так охота спать да ой девочка спать тебе не даем да уже один погладить 2 погладит просыпаюсь сразу да кстати коль как тебе сосиски в тесте вкусные очень понравилось мне кстати с ума понравились и не у меня кстати тесто удалось в этот раз я даже сама не ожидала но в этот раз тесто прям такое воздушное получилось я думаю что это были хорошие дрожжи у меня ну как хороший я брала простые дрожжи в окей такие знаете супучие вообще обычно я беру живые дрожжи прессованные а вам вообще как нравится реклама от тимати это талантом верде порта и вообще что только не делаю дружить от тимати серия хово и а вот это прикольная заставочка у мастера у нас кстати у нас же кстати телефоны начали тормозить но мне рассказывали что наши телефоны которым год всего дня покупки они начали тормозить вообще конкретно и короче у меня телефон вообще зависает меня порой он ты такой степени меня раздражает что я его хочу выбросить вообще трэш вот посоветуйте но какие телефоны вот эти самсунги брали такое фуфло а кому-то ведь нравился очень самсунг это такой бренд мне нравилось то что раньше они хорошие были самсунг это г нокия это хорошо самбиан на нокия это отлично вообще но сейчас такого нет самбиану тебе говорю что такое windows мобайл тоже прикольная была у меня в ладюме ерунда полная ну тебе не понятно потому что не разбиралась даже тебе щас дай iphone ты наверно тоже ничего не понимаешь там толком не увидела ну видела одно дело видите другое дело взаимодействовать с этим ну научусь еще тупенькая сам тупой да не ты не тупенькая вот скажите напишите в комментариях у кого самсунг у кого айфон а у кого еще давайте у кого так у них как и советует тем да то что посоветуем windows мобайл айос и чертов android который тупит но не предлагайте без слова чертов конечно пишите просто андроид не надо предлагать андроид не предлагать но даже система открытая со временем закакивается и превращается в ерунду ладно короче посвятить нам телефоны хорошие которые долго работают и не тупят но не всякие дешевые типа philips и танка и прочее нормально давно что практика показала что они тоже тормозят очень быстро на аутасу с домом прошиву пять лет до четыре меньше 4 это года прожить тупил жутко я хотела всего просто причем на пол и потоптаться сейчас тоже самое если таким вот хочется его просто когда спешишь тебя откуда позвонить либо написать нажал и просто вот так загружается секунд ты ждешь вот этот пока он откроет чем это телефоны до стоят не вообще не три копейки далеко мы брали их не дешевыми в надежде на то что это будет хороший телефон который не будет выносить мозги как показала практика они не то что выносят мозги это хуже охота вообще уже выбросить вот у меня телефон зависает допустим каждый раз в любом включении он начинает уже тормозить поле даже не так еще телефонами виноваты в наших психозах телефоны делают нас да да портят нам психику и тупые ноутбуки туда и если вы знаете фирму которая ну так уже проверенная промышел то советуйте советуйте вот напишите эту фирму марку телефон ой как название просто телефон еще бренд ждем от вас советов и рекомендаций ждем ждем а сами сейчас таки через пару дней дядю другое ничего мы не взяли да ладно все я уже умыла и сходила а вы тоже чеевничаете на ночь глядя вот вы знаете я последнее время просто обожаю особенно с наступлением холодного времени года обожаю просто вечером заварить себе какой-нибудь зеленый чай из какой-нибудь маленькой конфеткой попить я кстати конфеты тут есть холодильнике здесь лежат остатки конфет которые мне дарили каркунов в общем я вот люблю золотистой вот с такой и вот с такой вот эту я люблю больше потому что здесь орешек а здесь дробленая вафля в общем вот это вот очень вкусно еще я часто разбавляю свой чай водой потому что чай горячий а я люблю пить такой прям теплый чтобы был не обжигал вот потому что мне как-то не оба подвергаются горячей это горячей воде как-то прям вообще неприятно потом поэтому я обычно разбавляю 10 у нас обычная вода стоит учет ее сегодня нет коль и выпил ведьма и еще мне надо выпить витамины здесь у нас стоят витамины я пью витрум это что мне коля покупал как-то раз он показывал вам это влог с коли видео он покупал там и почему я беру витрум да знаете потому что действительно здесь комплекс здесь подобранные все минеральные вещества которые должны быть в организме и мне нравится что здесь все сбалансировано то есть есть вот всего по чуть-чуть не надо отдельно что-то покупать и пить здесь уже все в комплексе и цена у них конечно не маленькая но тем не менее они по крайней мере они хотя бы работают потому что мы допустим брали до этого витамина которые назывались комплевит они допустим вообще полный ноль и такое чувство мы от них еще и болели потому что мы их пили грубо говоря месяц где-то и за месяц дважды болели но это прям то ли реакция какая-то была то ли что мне кажется на витамины такого вообще быть не должно вот так что кто там такой маленький спрятался у меня под стулом сидит бедит чтобы я с ним поделилась ладно буду я пить свой чай коля только что молоко горячее попил вот у него что горло совсем там какое-то непонятное в общем все уже охриплое так что буду я тоже пить чай и может быть варь со всеми сразу попрощаемся как ты думаешь скажем всем спокойной ночи может быть сразу и всем пока 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 а